Арман Цурукян Арман Цурукян – один из немногих молодых проспектов легкого дивизиона. Ему всего 26 лет, а он уже находится в топ-10 сильнейшей лиге мира. В прошлом поединке он не оставил шансов, победив Дамира Исмогулова. Скоро он выйдет на очередной бой против 13-го номера рейтинга Рената Майкана. Всем привет бойцы, с вами канал Беларуста ММА. В этом видео я дам прогноз на предстоящие бои между Арманом Цурукяном и Ренатом Майкану. Но перед началом этого ролика не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, чтобы как можно больше людей смогли увидеть этот выпуск. Арман Цурукян пришел в главный промоушен мира как неизвестный боец и сразу же получил бой с будущим чемпионом этого веса Исламом Махачевым, которому дал серьезный отпор, но, увы, проиграл решением судей. После этого боя фанаты поняли, что у этого парня большое будущее и не ошиблись. После поединка с Махачевым он начал побеждать оппонента за оппонентом. В их число входили такие бойцы, как Дэви Рамос, Мэтт Фревола, Йоэль Альварес. Цурукян побеждал каждого соперника, который давал ему главный промоушен. И после столь убедительной победной серии он получает в соперника бойца, который в рейтингах находится выше него. Естественно, он принимает этот бой. Но, увы, сам поединок сложился неудачным для Армана. Цурукян и Гамрат показали очень близкий и конкурентный бой. Где по итогу единогласным решением победил поляк. Многие до сих пор с этим решением не согласны. Но все уже в прошлом. Арман получил второе поражение в UFC. И это не могло его расстроить. Но горевать он не стал и принял бой с топом, который находится ниже его Дамиром Исмогуловым. Которого уничтожил за три раунда и победил решением судей. И вот сейчас ему предстоит бой с очередным топом легкого веса Рената Майкано. У бразильца сейчас не лучшее время в карьере. Он, можно сказать, чередует победы с поражениями. Но в последнем своем бою он меня сильно удивил, когда заставил сдаться Брэдер Эдело уже в первом раунде. А на минуточку физиев с ним провозился до третьего. Но это так, чисто статистика. Но до Ределла его в хлам разобрал другой бразилец Рафаэль Досаньес. Но нужно учитывать тот факт, что Рената выходил на коротком уведомлении. В общем, за свою карьеру Майкано проигрывал только крепким топом. Таким, как корейский зомби Жозе Альдо Рафаэль Физиев. Всем известным бойцам он, можно сказать, слил. Посмотрим, получится ли ему остановить очередного молодого проспекта Армана Цурукяна. Или же Армянин испортит планы бразильца и продолжит дальше свое шествие по рейтингам легкого веса. Прямо сейчас мы постараемся это понять. Ударный стиль Ну и начнем мы разбирать, как обычно, с ударки. И первым у нас выступит Арман Цурукян. Арман является, не побоюсь этого слова, универсалом. Его ударные навыки и борьба на одинаковом уровне хорошо развиты. Но давайте сейчас больше сосредоточимся на ударке. Когда Цурукян только примкнул к главной организации мира, его ударные навыки не были такими грозными. Но как только он начал проходить свои сборы в Штатах, его арсенал ударов увеличился в два, а то и в три раза. Он стал больше комбинировать руки и ноги, и за счет этого оппоненты Цурукяна начали теряться. Так как непонятно, какой частью тела может прилететь. Арман все время действует по-разному. То боксерская комбо, а за ним может последовать какой-нибудь неприятный кик. Накутирующим ударом Арман особо никогда не славился. Но это не означает, что можно пропускать от него сколько вздумается. Если прозевать хороший удар, то приводить тебя будут врачи и секунданты. Едем дальше и переходим к ударной технике Рената Майкана. Бразилец по большей части привык разбираться на земле. Его ударка, не могу сказать, что на высоком уровне. Только посмотрите на его статистику. Из 17 побед, 7 решением и 10 сабмишином. И нет ни одного боя, где бы Майкана кого-то вырубал или отправлял в нокдауны. Так как его ударки недостаточно, чтобы конкурировать с топами легкого веса. Вспомните, как Физиев грамотно развел Майкана и пробил точную комбинацию. Которая отправила бразильцев с царства снов. Также можно вспомнить его бой против корейского зомби. Где тот без труда перебивал Рената на руках и практически ничего не давал сделать. Жозе Альдо одним из ударов заставил Майкана скривиться от боли и в итоге проиграть. Как я говорил, против топовых ударников Майкана никогда не славился. На руках он проигрывал каждому, кто хоть немного владел навыками бокса. И Арман, я думаю, исключением не станет. Фаворитом со стопроцентной вероятностью будет Сурукян. Так как он за последнее время вырос в этом аспекте и продолжает идти вверх. Игра снизу Дальше у нас идет борьба, где в этот раз мы начнем с бразильца Рената Майкана. А вот здесь Майкана уже может что-то предложить Сурукяну, но вряд ли он станет супер угрозой. Так как опять же, посмотрите кого он сабмитил. В этом списке нет бойцов из топа, победой над которым можно было гордиться. Практически все они находились вне топа и никакой угрозы в борцовской стезе не могли продемонстрировать. Но Брэд Риделл, который чистый ударник, является членом команды Сити Кикбоксинг. А как мы знаем, этот зал сосредоточен именно под стойку. И последнее время бойца из этого клуба залежать проблем точно не составит. Следующая победа у Майкана это Александр Эрнандес, которого также бороть может практически каждый. Тот же ковбой воспользовался этой возможностью и принудил его к сдаче. В общем, как вы поняли, тут нужно смотреть еще и на оппозицию спортсменов. Двигаемся вперед и на очереди у нас Арман, который также имеет какие-никакие навыки на конвасе. Их он наглядно продемонстрировал в поединке против Матеуша Гамрата. И в бою против такого бойца можно здраво оценить, на что вообще способен Цурукян. Также в карьере Армана был такой соперник под именем Деви Рамос, который является чемпионом по БЖЖ, у которого немало регалий в этой сфере. Но при этом и против такого бойца, как Арман, показывает себя на высочайшем уровне. Также давайте поговорим о его первом поединке, когда он встретился с Махачевым. И как вы помните, в том бою Арман показал ту конкуренцию, которую до этого никто даже близко не смог провернуть. Даже сейчас Волкановский смотрелся в борьбе намного хуже, нежели Арман. И поэтому снова же в качестве фаворита я больше склоняюсь к представителю Армении Арману Цурукяну. Кардио и дух Двигаемся дальше и следующий пункт у нас выносливость, где Арман снова смотрится превосходно. Да, большую часть своих боев он провел по регламенту 3 по 5, где в целом смотрелся хорошо. Но недавно он провел полный 5-раундовый бой против Матеуша Гамрата, где с самого начала задал высокий темп и придерживался его до самого конца. Этот бой нам показал, на что именно способен Арман. Идем дальше и теперь переходим к бензобаку Рената. За свою карьеру он только единожды проходил бой 5 по 5. Это было в поединке против РДА. Но и стоит учесть тот факт, что Майкана выходил на бой с неполным лагерем, но все равно отбился достойно. Но все же, как я думаю, получше будет смотреться именно Арман, который только набирает обороты в свои 26 лет. Что же касается духа, то я снова отдам предпочтение Цурукяну. Прогноз Я думаю, что в этом бою нокаутом победу одержит Арман. Мне кажется, он будет миксовать борьбу с ударкой. Рената на несколько секунд потеряет бдительность, за что будет наказан точным ударом по челюсти. Будущее бойцов Что же касается будущего, то скорее всего Цурукян получит снова шанс залететь в топ-5. Возможно, ему дадут кого-то из первой шестерки. Что же касается Майкана, он никогда не был и не будет бойцом чемпионского уровня. Он продолжит выступать так же, как и выступал раньше. Редактор субтитров А.Семкин